31-летняя участница телестройки рассказала в эксклюзивном интервью о том, почему хотелось вести счеты с жизнью и как проект спас ее от алкоголя. Одна из самых ярких участниц знаменитой телестройки Саша Харитонова на Доме-2 уже во второй раз. Стать знаменитой Саша мечтала еще с детства, но не могла предположить, какой ценой ей придется заплатить за популярность. В откровенном интервью Александра рассказала, как складывалась ее судьба после проекта, почему она вернулась на шоу спустя 7 лет и о том, как в момент отчаяния чуть было не решила свести счеты с жизнью. Я была участницей шоу с 2007 по 2009 год. Тогда я была маленькая и гналась за популярностью. Я жутко переживала из-за каждого эфира, боялась, что меня не покажут и ушла, когда поняла, что не могу больше терпеть всю эту эмоциональную нагрузку. На Дом-2 нужно идти полностью сформировавшейся личностью, такой, какой я являюсь сейчас. Только придя сюда опять, спустя 7 лет я поняла, насколько изменилась. Это абсолютно мое место, я здесь живу по-настоящему. Проект дает мне силу, я безумно благодарна телестройке за все. Могу смело сказать, что я пришла сюда за эмоциями, за желанием жить, которое у меня полностью отсутствовало. На протяжении трех лет перед этим. Было очень тяжело. Я живу здесь, чтобы не умереть. За периметром мне было очень тяжело. Популярность, приобретенная здесь, быстро стихла. Буквально через два месяца после ухода с проекта обо мне забыли. Я надеялась найти работу по душе. Всегда мечтала стать артисткой, но ничего не получалось. Бог сначала давал мне все, а потом так же легко все забирал в один момент. Я проходила на главные роли в кино. Перед самым стартом съемок кино закрывалось. Хотела петь, но меня никуда не брали. Пробовала себя в рекламе, но мне говорили, что репутация участницы Дома-2 им не подходит. В итоге я стала ведущей женского шоу на федеральном канале с народной артисткой Марией Ароновой. Но вскоре она тоже закрылась. Я осталась ни с чем, и тогда началась черная полоса. Жизнь перестала иметь смысл. Я не хотела больше жить. С 2013 года и до самого возвращения на проект я прожила одна, без мужчины, друзей и близких. Я ни с кем не общалась, сидела одна в квартире и читала. Постоянно читала классику, чтобы научиться правильно чувствовать и говорить. Вечера я проводила, уставившись в окно, потому что глаза уставали от чтения. Мысли приходили такие, кто я, что я, зачем я здесь. Я хотела покончить с собой. Я постоянно говорила об этом. Мама и папа сходили с ума от переживаний. Говорили, что это ненормально и переходит границы. Настаивали на лечении. Я даже к психологу ходила, но он не помог. Потом наступил так называемый период прожигания жизни. Я могла сутками не спать, проводила время в клубах, позволяла себе много выпивать. И один раз, сидя на кухне после бессонных ночей, я подумала, а зачем мне все это? Зачем я гублю себя и свою жизнь? Тогда я решилась снова вернуться на проект. Субтитры создавал DimaTorzok